Мы находимся в Пятигорске, возле домика великого русского поэта Михаила Лермонтова. Здесь он прожил два последних месяца своей жизни. Здесь же, неподалеку, на горе Машуха, состоялась дуэль с Мартыновым, где он был убит, и его тело было привезено в этот домик. Здесь, от этого домика, буквально в шагах ста, находится квартира, на которой произошла ссора Мартынова с Лермонтовым. Но так или иначе, все сохранилось в той несказанной простоте первозданности, в какой это было много лет назад. Какие-то грустные чувства обуревают и одолевают. Но, тем не менее, много узнали мы нового поэта. В частности, я узнал, чтобы не посмотрел его акварели, реальные, как рисовал Михаил Юрьевич. Действительно, он был еще, помимо всего прочего, талантливым художником. Вот. Ну и что сказать? Может быть, какие-то из стихов изъем. Я ждал, и вот в тени ночной врага почуял он. И вой, протяжный, жалобный, как стон, раздался вдруг. И начал он сердито лапой рыть песок. И первый бешеный бросок мне страшной смертью грозил. Но я его предупредил. Удар мой верен был, и скор. Надежный суп мой, как топор, широкий лоб его рассек. Встал на дыбы, потом прилег. Ну, разволновался чуть-чуть. Но, тем не менее, очень такое состояние хорошее. Давно я его не испытывал ни на одной квартире, ни на одного поэта. И очень приятно, на самом деле. Пойдем смотреть дальше. Продолжение следует...